Встречаю на очередной комментарий по поводу нашей Джессы, нашей большой собаки. Почему данная собака на цепи? Первый очень удивительный для меня комментарий был. Вы хотя бы во время съемок, перед съемкой точнее, отпустили бы ее с цепи. Ребята, для чего? Для показухи. Я всегда говорил то, что мы не наводим марафет перед съемкой. Я не собираюсь показывать, что у нас все прекрасно. Если у нас где-то что-то сделано по-другому. Мы показываем, как есть. Второе. Хорошо, я отпускаю собаку с цепи. У нас уже начался, так скажем, дачный сезон. Вы видите, по периметру где-то ровно стил. Везде сетка. Кто из вас способен мне дать 140 тысяч для того, чтобы как минимум закупиться только профнастилом на 140 метров забора? Никто. То есть, соответственно, пока мы не приобретем профнастил, не сможем сделать забор. Соответственно, собака не будет на свободном выгуле, так скажем. Третье. Это собака. Это сучка. То есть, у нас сейчас весна. Если она у нас сейчас будет свободно гулять, так же она принесет потомство. Зачем мне потомство? Чтобы утопить, уничтожить, ликвидировать или как, я не знаю. Ну, зачем мне потомство от собаки, если у меня собака здесь на охране? Далее. Зачем собаку садят на цепь? Вот делают вольеры, да? Вот собака у вас в вольере, около дома. Вот я очень много видел ситуаций, когда собака в вольере около дома. Вольер закрытый. То есть, это, грубо говоря, вы ее можете держать в сарае. Она у вас есть, но она при этом у вас ничего не может. У меня собака на цепи, то есть, у нее есть возможность перекрыть входы и так далее. То есть, мы ее потом переместим туда, и она перекроет входы, и никто не сможет пробраться к входу домой, правильно? То есть, ну, вот так вот. Далее. Допустим, ну, скажем, что, допустим, из того, что она на цепи? То есть, если бы у нее цепь была, допустим, там, я не знаю, двухметровая, и она от будки на метр не могла отойти, я бы еще понял. Но у нее цепь шестиметровая. То есть, я покупал специально для них две цепи по три метра. Специально для того, чтобы посадить ее. И у нее была возможность гулять вот отсюда, и, получается, до горбуля. Здесь у нее ограничения. То есть, она также ходит за теплицу туда и так далее. Идем далее. Вот, в будке у собаки, видите, подушка от дивана. Там утеплитель. Да, она его оторвала уже. Далее. У нее там шуба. То есть, у собаки тепло. То есть, мы за этим моментом тоже следим. Будка свободная, просторная. Ей там хорошо. Да, Джесси? Вот. Вот, видите. То есть, видите, собака виляет хвостом. То есть, она знает, потому что то, что хозяин рядом. Я не вижу с ее стороны никакой агрессии и так далее. Вот. По поводу того, почему я ее посадил на цепь. Еще раз напоминаю. Почти три года назад, когда мы сюда заехали, наш маленький рыжий пес, Мотя, привел ее. Она бегала тут вокруг участка. То есть, у нас не было никакой сетки. Сейчас это все ограничено сеткой. Не было никакой сетки. Она забежала сюда. Мы ее прикормили. Решили, что если раз прикормили, все, значит, придется оставить. То есть, решились на этот шаг, прикормили, начали кормить регулярно. Она стала ночевать здесь. Потом стала ночевать у нас в пристрое дома. Вот здесь, внутри. Причем ночевала не просто на полу, а ночевала на коврике. То есть, она приученная собака, видимо, была просто брошенная. Идем дальше. Я уходил на работу. Ушел именно по этой дороге. Мимо проходила женщина. Но женщина проходила с палкой. Я сказал, нельзя. Когда Джесса кинулась на женщину, она остановилась. Женщина стала на меня ругаться по поводу того, что почему у меня собака не на цепи, почему собака гуляет свободно. Я сказал, что это не моя собака. Но действительно, на тот момент, это не наша собака была. Это была первая причина задуматься над тем, стоит ли эту собаку брать себе. Далее я ходил на работу на остановку. День, два, три. И в итоге, Джесса начала кидаться на коллег. Когда я стоял на остановке, то есть, кто-то ко мне близко подходит, она не подпускает. То есть, она начала защищать. Она начала защищать. И очередной раз, я возвращаюсь с ночи, просто зашел в магазин и купил цепи. Для чего? Для того, чтобы от нашей собаки никто не пострадал. Мы решили эту собаку взять себе. Это бездомная собака была. Почему собака на цепи? То есть, вот сейчас дачный сезон. У нас получается, чтобы наша собака не пострадала ни от кого. То есть, если вот так вот свободно она будет бегать даже, допустим, по территории, без забора, а чисто с сеткой, желающих ее отравить или напакостить нам, или, допустим, ей там нанести какие-то увечья, повреждения, будет очень много. Ну, плюс ко всему нам будет что-то высказывать. Также и, допустим, если мимо кто-то проходит, я же не знаю, что у нее на уме, прям точно. Она посчитает, что человек вызывает какую-то опасность. Она возьмет и восхватит, допустим, даже за руку, за ногу и так далее. И я буду в этом виноват. То есть, я ее отпустил с территории. А собака у нас вот эта довольно умная. То есть, полутораметровая сетка ей, в принципе, ни по чем. То есть, вот видите, там впереди щиты металлические проржавевшие есть. Там есть балка поперечная. По этой балке спокойно можно залезть и перепрыгнуть. Также и, допустим, за теплицей можно здесь залезть, перепрыгнуть. То есть, у нее есть возможность, допустим, найти какие-то лазейки и выпрыгнуть в тот момент, когда у нее течка. Допустим, течка. Собаки вообще дуреют. То есть, она может выбежать так же. Также кобели могут зайти, допустим. Один раз бегает, запах поймают. И мы потом будем отбиваться от этих кобелей. Я не буду скрывать, если я буду отбиваться от кобелей, я буду отбиваться наверняка, чтобы ни один не зашел. Никто не попробовал сделать себе потомство, продолжение рода и так далее. То есть, я буду категорично прямо отбиваться от них. Поэтому, то, что у нас собака сидит на цепи, никаких я не вижу в этом сложности каких-то и так далее. То есть, вот у нее есть на данный момент возможность. Допустим, она захотела, она спокойно кушает. Вот, если она, допустим, у нее там не получилось покушать, или она просто оставила, допустим, там еду, ну, все, значит, еда скончалась, потому что ее съедят утки, курицы, гуси и так далее. Вот. То есть, сейчас они, и курицы, и гуси, и утки, и Джесса, в том числе, они все вместе поели кашу собачью, потому что Джесса не стала ее есть. Она выбрала оттуда мясо, выбрала оттуда косточки и поела то, что она захотела. Вот. И так происходит абсолютно со всей ее едой. То есть, она не доедает хлеб, хлеб доедают. Пусть лучше доедает курица, чем ворона. Вот. Поэтому в плане того, что собака на цепи, я не вижу ничего плохого. И какие-либо марафеты там и так далее. То есть, специально перед съемкой ее отпускать с цепи. Вот, пожалуйста, вот видите, то есть у нее свободная цепь. Она свободно может лазить. Сидит в будке. Она захочет дальний угол, идет захочет ближний. Вот у нее там вторая подушка. Вот. Сам я в эту будку сидя, спокойно залажу. То есть, места достаточно. Вот. Так что я не считаю, что мы плохо относимся к собакам, кошкам и еще к кому-либо. Вот. Да, Джесса? Вот. Да, вот. Вот. Облизушки, облизушки. Облизушки, облизушки. Да, да, да. Вот она у нас. Вот. 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 Вот.